Здравствуйте! Мы сегодня находимся на остановке радиостанции Уралмаш. Перед вами находится огромный передатчик низковолновой частоты, который распространяется на подавление сознания человечества, человеков. Как это происходит? Стандартизация общества. Что это такое? В свое время, в 39-40-х годах, была изучена функция головного мозга человека. То есть, когда человек способен размышлять стандартно, способен к обучаемости к такой, которую заставляют или преподносят этому человеку. То есть, в этот момент любой головной мозг выделяет электромагнитные импульсы, низкочастотные, которые записывались, и по определенному контингенту более удобных людей была сформирована вот такая мощная радиостанция, которая, к сожалению, при своих габаритах распространялась только на отдельные города. Обратите внимание на эти вышки, обратите внимание на провода. Провода имеют соединение треугольного типа и три канала. Это старый образец разработок 40-х, 50-х годов. Современные провода такого типа базируются на крышах в городах. Мощность передатчика у них немножко помощнее, чем у этих каналов. И распространяются они по своим функциям таким же образом. То есть, они подавляют мозговые функции нестандартного мышления. То есть, стандартизация в них прописана электронно. То есть, объясняю, как это действует. Те люди, которые абсолютно мыслят совершенно по-другому. То есть, есть колебания 9 Гц, есть колебания 50 Гц. То есть, те люди, которые нестандартно мыслят, имеют колебания другой частоты мозговых функций. Значит, получается что? Получается конфликт в коре головного мозга. Возникает мигрень, головные боли. И эти мигрени, головные боли месяцами не проходят. Некоторые люди попадают в психушку, некоторые люди спиваются, делаются алкоголиками. А поэтому, вам, братья славяне и братья бывшей России, я просто-напросто могу сказать одно. Прежде чем обвинить кого-то, что он спивается, подумайте, почему он спивается. Может быть, его нестандартное мышление захлестнуло его в этой головной боли. И он был вынужден поглощать алкоголь для того, чтобы снять эти головные боли. Потому что алкоголь, несмотря на то, что вредный, все равно продолжается продаваться и распространяться. Значит, правительство знает, каким образом люди спасаются от этой мигрени, последствиями которых являются эти вышки. Прошу всех внимательно обратить в городах, на крышах здания, а также рядом с городами, вот такие нестандартные постройки, которые идут кольцом на определенных парках, участках. Где имеются вот такие силовые установки. То есть, современная установка, она переработана и оформлена много по-другому. Здесь уже старые провода, видно, оборваны. И низковолновый передатчик установлен с усилителем немножко по-другому. А сделано это для того, чтобы обновить ту базу. То есть, она функционирует, продолжает работать. Работает она на импульсном, низкочастотном колебании, разворачивая волны в разные стороны. Передатчик распространяет свое влияние на небольшие территории по окружности от 40 до 50 до 60 километров. То есть, фактически, в центре города Екатеринбурга есть еще один передатчик, который находится и стелится по крышам зданий. Продолжение следует...